Динелайд 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 ловкости, умело дубасим мертвяков сила, выполняем квесты и исследуем мир выживания. Полученные очки навыков мы тратим на всякие способности, будь то какие-нибудь улучшения для оружия или новые приемы паркурщиков. Они нужны, они важны и они всячески разбавляют геймплей. Плюс ко всему этому у нас кооперативный режим и режим «Я зомби». В последнем нам предоставляется возможность поиграть за прыгуна, который будет охранять инкубатор мертвецов от людей. Весьма интересная забава, особенно когда команда сапиенсов крутая. Все было бы хорошо в этой игре, но как ни печально это осознавать, и у нее есть свои недостатки. Самая явная и очевидная — хромающая оптимизация игры, особенно у игроков с видеокартами AMD. Постоянные лаги и фризы неплохо портят впечатление от игры. Второй недостаток — ощущение, что игре не хватает доработки, именно в деталях. Вроде бы игра хорошая, но видно, что она могла бы стать еще лучше. В-третьих, бесящий блюр-эффект при беге и акробатике. Вряд ли стоит, конечно, относить уж больно быстро ломающееся оружие к недостаткам, но смотрится это как минимум странно. Но тем не менее, Dying Light — это безусловно приятная, затягивающая игра. Тут есть то, чего не хватает многим играм — свободы, настоящей свободы. Здесь приятная, претендующая на Next Gen Graphica. Для романа, автора этой статьи, прохождение составило больше 30 часов. 30 очень затягивающих часов. Если вы любите песочницы, открытые миры и свободу действий, Dying Light определенно придется по душе. Поэтому проект получает 8,5 зомби из 10. А на этом все. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и не забудьте рассказать о нас друзьям, и мы обязательно увидимся еще. С вами был OnSight. До новых встреч, камрады! Субтитры создавал DimaTorzok